Беседа 28, 313, 8.23 И когда пошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Лука, не входя в исследование порядка времен, говорит так. И вот в один из тех дней он вошел в лодку и ученики его. Лука 8.22 Точно так же говорит и Марк. Но Матфей поступает не так. Он соблюдает здесь и самый порядок в происшествии. Не все евангелисты о всем писали одинаково, о чем и прежде говорил я, чтобы кто-нибудь из опущения, кто не заключил, что между евангелистами есть разногласия. Итак, Христос спасал прежде народ, а учеников взял с собою, как они свидетельствуют о том. Взял же их не без цели и не без намерения, но для того, чтобы сделать их зрителями чудо, имеющего совершиться. Он, как некий наилучший наставник детей, поучал их тому, чтобы они, с одной стороны, были бесстрашны среди бедствий, а с другой смирялись среди почестей. Чтобы они не превозносились тем, что спаситель, отослав прочих, удержал их при себе, для достижения этой цели и вместе для приучения их к мужественному перенесению искушений, попустил им обуреваться волнами. Хотя, конечно, велики были и прежние чудеса, но настоящее чудо и заключало в себе немалое назидание, и было знамением, подобным древнему. Поэтому спаситель и берет с собой одних только учеников. Где совершались одни только чудеса, там дозволял Христос быть и народу. Но где предстояли искушения и ужасы, там он брал с собой одних только подвижников вселенной, которых он хотел обучить. Далее Матфей говорит просто, что Иисус спал, а Лука говорит, что он спал на возглавии, показывая через то свое смирение и поучая нас с великой мудрости. Итак, когда поднялась буря и море сильно волновалось, ученики будят его и говорят ему, «Господи, спаси, погибаем!» Спаситель, прежде чем усмирить море, обратился к ним с обличением. Буря, как сказал я, попущена была для научения учеников. Это было образом имеющих постигнутых искушений, так как и после того спаситель часто попускал им впадать в жесточайшее бедствие и через то укреплял их дух. Поэтому и Павел говорит, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что были отягчены мы сверх сил, чтобы не надеялись на себя и не думали остаться в живых». 1 Коринфянам 1.8 И далее говорит опять, «И избавило то от такой смерти, надеемся, что и еще избавит». Итак, Иисус прежде всего укорил учеников Своих, показывая тем, что надобно быть мужественным и среди сильнейшего обуревания волн, что Он все устрояет во благое. Так и самое смущение принесло им пользу, поскольку чудо представилось им гораздо важнейшим и происшествие навсегда сохранилось в их памяти. Когда Бог имеет намерение совершить что-либо чудесное, то сначала предустрояет многое для утверждения Его в памяти людей, чтобы они не забывали совершенного им чуда. Так и Моисей. Сначала страшится о змеи, и страшится не просто, но и с великим смущением, и потом уже видит совершающееся чудо. Так и ученики ожидали сначала себе погибели, а потом получили спасение, чтобы они и через уверенность в опасности познали величие чуда. Вот почему спаситель и предается сну. В самом деле, если бы буря случилась во время его бодрствования, то они или не устрашились бы, или не стали бы его просить, а может быть даже не подумали бы, что он может совершить подобного рода чудо. Потому-то он и предался сну, чтобы дать им время испытать страх и заставить их сильнее почувствовать происходящее. Человек иначе смотрит на то, что случается с другими людьми, и что случается с ним самим. Так как ученики видели всех других облагодетельствованными, а себя самих не получившими никакого благодеяния, и были беззаботны, а они ведь ни хромы не были, никакой другой подобной болезни не имели, и потому им надлежало собственным чувствам испытать его благодеяние, то он попускает восстать в буре, чтобы им через спасение от нее сильнее почувствовать его благодеяние. Вот почему Спаситель совершает чудо, и не в присутствии народа, чтобы не обвинили учеников в маловерии, но взявший их с собою, одни их направляя, исправляет, и прежде укрощения волнения, вот укращает волнение душ их, укоряя их такими словами. Господи, спаси, погибаем, и говорит им, что вы так боязливы, маловерные. И вместе научая, что не нашествие искушений, но слабость духа производит страх. А если кто скажет, что ученики не по страху и не по маловерию приступили к Иисусу и разбудили его, то я скажу, что это то самое особенно и было доказательством ненадлежащего их о нем мнения. Они были уверены в том, что он, вставшим, может укоротить бурю, но что может сделать это и во время сна, в этом не были уверены. И что удивлять о несовершенстве их в настоящем случае, когда они и после многих других чудес еще оставались весьма несовершенными. Потому-то Христос часто и укоряет их. Так, например, когда говорит, так все еще у вас нет разума. Итак, не удивляйся, если народ не имел о нем высокого понятия. Матфея 15, 16. Когда и сами ученики пребывали несовершенными, стих 27, люди же удивлялись, говорили, кто этот, что и ветры, и море повинуются ему. Впрочем, Христос не обличил их в том, что его называли человеком, но ждал до времени, вразумляя их чудесами, что такое их мнение о нем ошибочно. Отчего же почитали его человеком? От того, что он имел образ человеческий, спал и был на корабле, поэтому-то они в недоумении говорили, кто сей, тогда как сон и внешний вид показывали в нем человека, море и тишина являли в нем Бога. 315. Хотя и Моисей сотворил некогда подобное же чудо, однако и здесь открывается преимущество Христа, потому что Моисей чудодействовал как раб, а Христос как Господь. Христос не простирал жезла подобного Моисея, не воздевал рук к небу, не имел нужды в молитве, но как Господь, повелевающий рабу и творец твари, единым словом и повелением Он укротил и усмирил море. И буря тотчас совершенно утихла, так что не осталось никакого и следа волнения. Евангелист изобразил это так, и наступила великая тишина. И что было сказано о величии Отца Его, то Он опять явил в делах Своих. Что же было сказано об Отце? Сказал, говорит, Господь, и стал дух бурный, ветер, Псалом 100, 6, 25. Так и здесь говорится, и сказал, и настала великая тишина. Потому-то особенно и удивлялись Ему люди. Между тем, они не удивились бы, когда бы Он поступил подобно Моисею. После того, как Христос удалился от моря, последовало другое, страшнейшее чудо, беснующееся, как злые беглецы, увидев Господа, говорили, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Тогда как народ почитал Его человеком, бесы пришли исповедовать Его Божество, и те, которые оставались глухими при возмущении украшений моря, услышали демонов, взывавших о том, о чем возвещало море своей тишиною. Потом, чтобы слова их не показали слезтью, они самым опытом доказывают их истину. Пришел, вопияли они, прежде времени мучить нас. Потому-то, прежде всего, они и сознаются в своей вражде, чтобы их прошение не подверглась подозрению. Действительно, будучи пронзаемы, воспламеняемы и претерпевая нестерпимые мучения от одного только присутствия Христова, они невидимо подвергались истязаниям и обуревались сильнее моря. Тогда как никто не осмелился приблизиться к ним, Христос сам подходит к ним. По свидетельству Матфея, они сказали, пришел сюда прежде времени мучить нас. Другие же к этому присовокупили и то, что бесы умоляли его и заклинали не ввергать их в бездну. Они думали, что уже настало время их наказания и боялись, как бы уже имеющие подвергнуться мучению. То, что Лука упоминает об одном беснующемся, тогда как Матфей говорит о двух, не показывает между ними разногласия. Разногласия между ними оказывалось бы тогда, когда бы Лука сказал, что один только был беснующийся, а другого не было. Когда же один говорит об одном, а другой о двух, то это не есть признак противоречия, а показывает только различный образ повествования. И мне кажется, что Лука упомянул о том только, который был лютейшим из них, почему и бедствие его представляет более плачевным, говоря, например, что он, расторгая узы и оковы, блуждал по пустыне, а Марк свидетельствует, что он еще бился о камне, да и самые слова их достаточным образом обнаруживают их лютость и бесстыдство, потому что они говорили, пришел сюда раньше времени мучить нас. Они не могли сказать, что не согрешили, но просят его не подвергать их наказанию прежде времени, так как Спаситель нашел их делающими нестерпимой лютости и злодеяния и всяким образом обезображивающими и мучащими его творения. Бесы и думали, что он по причине чрезмерных их злодеяний не будет отлагать времени наказания, потому то они просили и умоляли его. Таким образом, те, которых не могли удержать и узы железные, приходят связанные, те, которые бегали по горам, выходят на поле, те, которые другим преграждали путь, останавливаются, увидев преграждающего им самим путь. Но почему они любили жить во гробах? Потому что им хотелось во многих посеять пагубные учения, то есть, что души умерших превращаются в бесов, чего никогда не должно даже и в уме представлять. Что же ты скажешь на то, спросит кто-нибудь, что многие щародеев заколают детей с той целью, чтобы их души после того им содействовали? А откуда это известно? Что заколают детей, о том говорят многие. Но что души заклонных находятся заклавшими их, скажи мне, откуда ты узнал об этом? Ты скажешь, что сами бесноватые взывают. Я душа такого-то человека. Ну и это хитрость и обман дьявола. Не душа какого-нибудь умершего пьет, а притворяющийся так демон для обольщения слушателей. Если бы душа могла войти в существо дьявольское, то тем более она могла бы войти в свое тело. Притом нельзя представить, чтобы душа обиженная стала содействовать обидевшему ее. Или чтобы человек состоял... Если невозможно это в отношении к телам, так как никто не может превратить тело человеческого в тело ослинное, то тем более невозможно это в отношении к невидимой душе, которую никто не может превратить в существо демонское. Итак, это бредни пьяных старух и детские пугалы. Душе, отделившись от тела, уже невозможно блуждать здесь, потому что правильные души в руке Божией, премудрость Соломона Гри 1. Если же души правильных в руке Божией, то и души детей, так как они не сделались еще злыми. Да и души грешников, тот же удаляется отсюда. Это видно из притча о Лазаре и богаче. И в другом месте Христос говорит, «Сегодня душу твою возьмут у тебя». Лука 12, 20. Да и быть не может, чтобы душа, исшедшая из тела, блуждала здесь. И это вполне сообразно с разумом. В самом деле, если мы, ходя по земле, знакомы и известны нам, и будучи обличены телом, когда совершаем путь в странах чужих, не знаем без руководителя, какой надо бы найти дорогу. Так каким образом душа, отделившаяся от тела и отрешившаяся от всех земных связей, может знать без путеводителя, куда ей должно идти? Также из многих других доказательств всякий может легко увидеть, что душа, исшедшая из тела, не может уже здесь оставаться. Так Стефан сказал, «Приими дух мой». И Павел говорит, «Желаю разрешиться и быть со Христом, что не сравненно лучше». Также Патриархе Писание говорит, «И приложился к отцам своим в доброй старости». А что и души грешников по смерти не могут здесь пребывать, послушай богача, который много о том просил и не получил желаемого. Если бы это возможно было, то он сам пришел бы и возвестил о происходящем там. Отсюда видно, что души по отшествии отсюда уводятся в некую страну и уже не имея возможности возвратиться оттуда, ожидают страшного того дня. Но, может быть, кто спросит, для чего Христос исполнил просьбы демонов, позволив им войти в стадо свиное? Я скажу на это то, что он сделал так не потому, чтобы убежден был ими, но по многим премудрым целям. Во-первых, для того, чтобы освободившимися от этих злых мучителей показать величие вреда, причиняемого им этим злоумышленниками. Во-вторых, для того, чтобы всех вразумить в том, что бесы без его позволения не смеют даже прикасаться и к свиньям. В-третьих, для того, чтобы дать знать, что с людьми бесы поступили бы даже еще хуже, нежели с свиньями, если бы те в таком несчастье не удостаивались великого промышления Божия. Что бесы ненавидят нас более, нежели бессловесных животных, это всякому известно. Следовательно, если они не пощадили свиней, но в одно мгновение всех их низвергли в бездну, то тем более сделали бы это с обдержимыми ими людьми, которых они таскали и влочили по пустыням, если бы провидение Божие и при самом жестоком мучении не обуздывало и не удерживало дальнейшего их стремления. Отсюда ясно, что нет ни одного человека, о котором бы не промышлял Бог. Если же он и не о всех печется одинаковым образом, то и это есть величайший знак его промысла. Бог являет промысл свой сообразно с пользой у каждого. С верой же сказанного мы научаемся отсюда еще и тому, что Бог промышляет не только о всех вообще, но и о каждом человеке, в частности, что показал Господь и в отношении к ученикам своим, когда же сказал, а у вас и волосы на голове сочтены. То же самое всякий ясно может видеть из примера этих бесноватых, которые давно были бы уже задушены, если бы не были свыше сохраняемы великим попечением. По этим-то причинам Спаситель и позволил бесам войти в стадо свиное, чтобы и жители тех стран познали его всемогущество. Где известно было имя его, там он не очень много показывал себя, но где никто не знал его, и все пребывали в бесчувствии, там он совершал славные чудеса, чтобы привлечь их к познанию своего божества. Отчетожители того города находились в бесчувствии, это видно из конца происшествия. Им надлежало его поклониться Христу и удивиться его могуществу, а они отсылали его и молили отойти от пределов их. Но для чего демоны погубили свиней? Бесы постоянно стараются привезть людей в отчаяние, и всегда радуются их гибели. Так дьявол поступил и сиом, хотя и здесь позволил Бог. Но позволил не потому, что был убежден дьяволом, а для того, чтобы еще более прославить раба своего, отнять у дьявола всякий предлог к бесстыдству и обратить на его же голову его поступки с праведником. Так и в настоящем случае. Случилось противное их желанию. И могущество Христа торжественно проповедано было. И злоба демонов, от которой освободил он одержимых ими, яснее обнаружилось и открылось то, что они без опущения Бога всяческих не могут прикасаться даже и к свиньям. Никому немало не возбраняется разуметь эту историю в таинственном смысле. Хотя это история, но следует знать, что люди, уподобляющиеся свиньям, легко уловляются действием бесов, и страждущие от них часто могут побеждать их, если только они люди. Но когда совершенно уподобятся свиньям, тогда не только бывает одержимы бесами, но и не извергаются в бездну. Сверх того, чтобы кто-нибудь происшествие этого не назвал басней, но чтобы совершенно поверил в исшествие бесов, для этого оно доказывается погибелью свиней. Заметь кротоси Иисуса, соединенную с могуществом. Когда жители той страны, столь облагодетельствованные им, принуждали его удалиться, то он без сопротивления удалился, и оставив, показавших себя недостойными его учения, дав им наставниками освобожденных от демонов и павших свиней, чтобы узнали от них о всем случившемся, а сам удалившись оставил их в великой им страхе. Действительно, великая потеря распространяла слух о случившемся, и событие это занимало их ум. Отовсюду несли слухи о необыкновенном чуде и об исцелившихся, и от хозяев потопленных свиней, и от пастухов их. И ныне можно видеть такие происшествия, и множество бесноватых, живущих во гробах, которых ничто не удерживает от неистовства. Ни железа, ни оковы, ни множества народа, ни увещания, ни убеждения, ни страх, ни угрозы, и ничто другое подобное. Так, когда сладострастный пленяется всякой красотой телесной, тогда он ничем не различается от беснующегося. Будучи обречен одеждою, но не имея истинного одеяния и лишенный приличной ему славы, он всюду бегает обнаженным, подобно бесноватому, поражая себя не камнями, но беззакониями, которые гораздо тяжелее многих камней. Итак, кто сможет связать и укротить столь бесстыдного и неистового, никогда не бывающего в самом себе, но всегда ходящего при гробах? Подлинно, таковы жилища блудников, исполненные великого зловония и гнилости. А что сказать о сребролюбце? Не таков ли и он? Кто может когда-либо связать его? Каждодневные страхи, угрозы, увещания и советы, но он все эти узы расторгает, если кто придет освободить его от уз, заклинает не освобождать его, почитая величайшим для себя мучением не быть в мучении. Что может быть бедственнее этого? Бес, хотя презирал людей, но по велению Христову покорился и немедленно вышел из тела, а этот не повинуется и по велению Христову, хотя он каждодневно слышит его слова, не можете работать Богу и мамонне и угрозы гиенны и нестерпимым мучениями и все-таки не повинуется. Не потому, что он могущественнее Христа, но потому, что Христос против нашей воли не ведет нас к исправлению. Вот потому-таки люди, живя в городах, живут как бы в пустынях. В самом деле, какой благоразумный человек захочет обращаться с такими людьми? Я, по крайней мере, желал бы лучше жить со множеством беснующихся, нежели с одним из страждущих такой болезнью. А что я не заблуждаюсь, это видно из тех страданий, какие претерпевают серебролюбцы беснующиеся. Сребролюбцы считают врагом своим человека, не причинившего им никакого вреда, желают сделать от рабом свободного и ввергают его в бесчисленные бедствия. Напротив, беснующиеся ничего другого не делают, как только самих себе питают болезнь. Первые не спровергают множество домов, заставляют хулить имя Божие и являются заразой городов и всей Вселенной. А мучимые бесами более достойны сожалений и слез. Эти последние многое делают в бесчувствии. Напротив, первые имея ум, безумствуют, среди городов неистовствуют и беснуется некоторым новым бешенством. В самом деле, все беснующиеся делают ли что-либо подобное тому, на что дерзнул Иуда, совершивший неслыханное преступление, и все ему, подражающие, подобно диким зверям, убежавшим из ограды, возмущают города, никем не будучи удерживаемы. Хотя они отовсюду обложены узами, как-то страхом судей, угрозой законов, презрением от людей и многим еще другим, но они, разрывая их, все не извращают. И если бы кто совершенно отнял от них те узы, то ясно увидел бы в них беса гораздо лютейшего и жесточайшего, нежели каковы, шедшие из упомянутого ныне бесноватого 320. Но так как это невозможно, то по крайней мере предположим это на словах и снимем сребролюдца те оковы и тогда ясно познаем его крайнее неистовство. Впрочем, не бойтесь звери, когда я открою его, это только изображение на словах, а не истинная действительность. Итак, представим себе человека, извергающего из очей своих огонь, черного, вместо рук имеющего на обоих плетях своих представим у него такие уста, в которых вместо зубов вонзены острые мечи, а вместо языка находится источник изливающий яд и испускающий смертоносное питье. Представим, что чрево его пожирает более всякой печи, истребляет все ввергаемое, а ноги как бы крылатые и быстрее всякого пламени. Пусть лицо его будет составлено из собачьего и волчьего, пусть он не будет произносить ничего человеческого, но будет издавать из себя звуки нестройные, отвратительные и страшные. Пусть также и в руках у него будет пламень. Может быть вам представляется страшным сказанное мною, но я еще не изобразил его надлежащим образом. К сказанному надо присовокупить еще нечто. Пусть он поражает встречающихся с ним, пожирает и терзает плоть их. Но Сребро любит гораздо хуже такого чудовища. Он нападает на всех, все поглощает подобно аду. Всюду ходит как общий враг рода человеческого. Ему хочется, чтобы не было ни одного человека, чтобы ему одному обладать всем. Мало того, он и на этом не останавливается. Но когда всех истребит по своему желанию, тогда желает истребить самое существо земли и увидеть на месте ее золото. И не землю только, но и горы, и леса, и источники, словом, все видимое. А чтобы вам знать, что мы еще не вполне изобразили его неистовство, представьте, что никто не будет обвинять и устрашать его. Уничтожьте, по крайней мере, на словах страх со стороны законов. И вы увидите, как он схватив меч, истребляет всех, не щадя никого, ни друга, ни родственника, ни брата, ни самого родителя. Вернее же, не нужно делать никакого предположения, а спросим его самого. Не строит ли он всегда таковые мечты в своем воображении, и не нападает ли на всех, умерщвляя мысленные друзей и родственников, и самих родителей? А даже нет нужды спрашивать его. Всем известно, что одержимые недугом корыстолюбия тяготятся старостью отца, а приятное и возделенное для всех вседородие почитают тяжким и несносным. Многие из-за этого находят удовольствие в бетчаде, делают естество свое бесплодным, не только умерщвляя родившихся детей, но и не давая им зародиться. Итак, не удивляйтесь, если я так изобразил вам серебролюбца, он гораздо даже хуже, нежели мы его представили, но посмотрим, как нам освободить его от беса, как же мы освободим его, если он ясно узнает, что сребролюбие вредно ему и для самого стяжания богатства. В самом деле, желающие приобреть малозначащее всегда претерпевает великий ущерб. Почему об этом даже и сложилась пословица, так многие желают давать взаймы с большими процентами в надежде получить от него прибыток, но не испытавши тех, которые берут взаймы, нередко вместе с прибытками, лишались из его собственного достояния. Другие, подвергшись каким-либо опасностям и не захотевши лишиться малого, погубили с имуществом и самую душу, а иные, тогда как могли приобреть за деньги выгодные достоинства или что-нибудь другое тому подобное, по чрезмерной скупости своей всего лишились. Так как они все не умеют, а всегда заботятся только о собирании плодов, то часто и не получают их. Невозможно ведь всегда собирать плоды, так точно невозможно постоянно приобретать сокровища. Вот почему корыстолюбцы, не желая расточать, не умеют и приобретать. Когда им нужно бывает и жениться, то и тогда встречают те же самые невыгоды, потому что они или обманываются, когда берут за себя бедную вместо богатой, или если берут и богатую, то с бесчисленными недостатками и опять терпят величайший вред. Подлинно не изобилие имущества, но добродетель производит богатство. Что польза в богатстве, когда жена расточительная и мотовка и все имущество уносит быстрее ветра? Что польза, когда она будет распутна и заведет себе бесчисленное множество любовников? Что польза, когда будет предаваться пьянству? Не сделает ли она вскоре же мужа своего беднейшим из всех? Но не при женитьбе только обманывается сребролюбца, а и при покупке рабов, когда они по великой скупости стараются купить не трудолюбивых, но дешевых. И так представивши все это в уме своем, ведь не можете о тех неудачах, какие вы по своему корыстолюбию часто претерпеваете и при отдаче денег в рост, и при покупке, и при женитьбе, и в начальственных отношениях, и во всем прочем. Оставьте пристрастие к богатству. Тогда вы безопасно будете проводить настоящую жизнь, и несколько преуспевши будете в состоянии слушать учения мудрости, и несколько прояснивши взор узрите самое солнце правды, и получите благо обещанное Господом, которых все мы досподобимся быть причастниками благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков они.